Быть кочегаром или не быть кочегаром, мы топим улицу зря. Надо топить свой дом. В межсезонье выгоднее расходовать даже электричество. Итак, друзья, у нас на канале вновь встреча с Александром Куропаткиным, который приехал из города Красноярска. Куропаткин Александр, компания «Азота», руководитель отдела продаж. Но сегодня наша встреча на канале «Форнаксфильм» будет носить не ознакомительный характер по продукции «Азота», а мы будем рассуждать о тех вещах, которые помогают людям выбрать оборудование. Не только сам котел, но и сопутствующее оборудование, которое есть. И самое главное, наша задача сегодня немножко развенчать те мифы, которые людей иногда вводят в стопор при покупке, при выборе. И чтобы эти лишние староверческие мифы просто уходили в небытие. Вот так будет интересно. Давайте смотреть. Александр, ну первый вопрос. Имеет ли смысл искать в продаже котел со стенкой водяной рубашки в палец толщиной? Да, это миф, который уходит на самом деле в какие-то далекие времена, когда металл можно было найти где-то под забором, ну или за какие-то относительно небольшие деньги купить где-то и сварить в своем подсобном хозяйстве котел с толстой стенкой. Но на самом деле при производстве котлов, конечно, эти параметры металла, они дают, во-первых, цену, раз, вес, габарит котла. И надо сказать, если производитель, переходим все-таки к производству, пытается сделать котел, то неизбежно котел, мощность котла связана с весом котла. Вся ценовая категория где-то приравнивается. Поэтому если один производитель делает из трехмиллиметровой стали, он может, например, 150 килограмм котел сделать его интересным теплообменником. То есть есть радиационная часть, где реально горит огонь, и есть конвективная часть, где какие-то повороты, какие-то трубные ряды. Если идет другим путем производитель и берет более толстый металл, то в этот же вес он уже не может добавить сложный теплообменник, поэтому фактически все остается только в камере дожига, камере сгорания, а теплообменник в просто обычный язычок, который не всегда то КПД, которое заявляет производитель, может обеспечить. И есть, ну самое главное, это небольшие рисунки. Мы сейчас сделаем, все будет, станет понятно. Если мы возьмем стенку, нарисуем ее вот таким образом. Здесь у нас огонь, здесь у нас вода, теплоноситель. Так вот, толщина стенки от 1 мм до 4 мм. При этой толщине температура мгновенно переходит в водяной рубашке, поэтому локального перегрева на поверхности нет. То есть температура теплоносителя максимум может быть 105 градусов, ну, если котел даже кипит. Рабочей температуры 85-90 максимум. Поэтому прогореть стенка она не может, потому что температура окарельного образования 350-400. Это температура для обычной углеродистой стали СТ-3, с которой фактически все производители делают простые бытовые котлы прямого горения. Если мы возьмем котел с толщиной стенки 5-6 мм, появится инерция, и металл начнет все-таки перегреваться, и начнет отслаиваться, и прогорать до тех самых 4 мм. Это не бужуйка, это не баня, это не мангал. Охлаждается он водой, поэтому ничего страшного. В толщине 3 мм, опять-таки, из которой делают большинство производителей недорогие массовые котлы, абсолютно нету этого ничего. Поэтому миф, чем толще, тем лучше, это реально переплата А за котел, Б мы не получаем того эффективного теплообменника, на который уже не хватает веса или металла. В некоторых моделях котлов ЗОТА используются водонаполненные колосники. Я знаю, что у вас есть целая линия на предприятии, в котором вы изготавливаете профилированные трубы, сами тянете, делаете их и устанавливаете в свои котлы. Так вот, так ли нужен этот колосник? Водиной колосник часто спрашивают люди, у которых опыт был в детстве, общение с дедушками, с отцами, которые работали на больших жиротрубных котлах, которыми отапливали целые поселки, предприятия или еще что-то. Состояли из одной радиационной части, там, где горело, и потом напрямую все улетало. Поэтому, чтобы хоть что-то забрать из этой энергии, из этого топлива, надо было еще создавать трубы в кипящем слое. Для разных сортов топлива, например, бурый уголь или каменный уголь, в одном случае подходит, в другом не подходит водяной колосник. Давайте посмотрим, в каком случае он нужен. Для бурого угля, в геологическом смысле, недозрелым, то есть относительная влажность его более высокая, чем у каменного, ему нужна высокая температура и с одной стороны, и с другой. То есть подогревать, подогревать, подогревать. Поэтому для бурого угля, а в частности, например, для Красноярского края, лучше иметь все-таки горячий колосник, это чугунный колосник. Если мы говорим для регионов, где есть каменный уголь, То есть более жирные сорта, да? Более сухой, более жирный, иногда они бывают более зольные, например, в угле. Что происходит с этим углем, с этим комком породы, когда он попадает на чугунный колосник. То есть мы можем представить, ну, что-то наподобие стейка. Стейк, чтобы быть готовым, надо его запечатать. Запечатывается в высокие температуры. Мы нарисуем кусок угля. Все очень примитивно. Это не картошка, это уголь. Мы его начинаем жарить на очень горячем колоснике, чугунном колоснике. Он начинает обгорать, достаточно быстро обгорать. Появляется такая мелкая труха, ну, это зола. И при температурах до 1000 градусов, то есть 800-1000 градусов, происходит реально плавление этой золы. То есть разные есть этапы, стадии, и вот до 1000 градусов эта зола, эта труха, она может просто-запросто превратиться в такой заплавленный полиэтилен. Мы запечатали этот камень. Здесь у нас калории, а запечатав его, температура туда просто не проникает, и мы выбрасываем до 50% угля просто на виде шлака, еще и забивая эти самые наши какие-то там мусорные отвалы. Поэтому для каменного угля лучше имейте водяной колосник, где температура будет пониже, чем на чугунном, и тогда вот этого запекания не будет, и он будет равномерно сгорать, разгорать, сгорать, и превращаясь просто в пыль, которая нужна для выброса. Еще один миф, но даже не миф, скорее, а мнение. Отапливать живое помещение небольшое, ну, умеренных размеров электричеством стоит дороже, чем организация водяного отопления на твердотопливом котле. Ну, Евгений, это не совсем миф. Реально на твердом топливе отапливаться дешевле. Но каждый человек, каждый пользователь для себя выбирает, что он получит. Чуть-чуть сэкономить, ну, да не чуть-чуть, сэкономить и быть качегаром, или все-таки где-то за это время либо успеть заработать, либо, ну, то есть, знаете, там работали первую длительную, либо поехать, например, что-то сделать приятное для себя, для семьи. То есть быть качегаром или не быть качегаром. Как работает твердотопливный котел? Фактически, твердое топливо, оно не горит. Твердое агрегатное состояние, оно не горит, его нужно сначала нагреть, разрушить кристаллическую решетку и превратить в молекулу газа. Затем газ уже спокойно вступает в реакцию с кислородом при температурах там 650-700 градусов, пиролиз горит, выделение тепла, так называемая эндотермическая реакция, химическая. Так вот, что мы имеем? Нам нужен газ, который мы получаем от любого твердого топлива, нам нужен кислород. Например, котел горит. Есть топливо, 20-30 килограмм в нем лежит, оно превращается в газ, и взаимодействие с кислородом сгорает. Затем либо контроллер с вентилятором, либо обычный регулятор тяги закрывает заслонку. Кислорода у нас нет, а газ у нас есть, потому что твердое топливо продолжает спокойно превращаться в газ. В этот момент нет обогащенной топливной смеси, труба у нас работает, и она ее, эту смесь, ну так скажем, остатки этой смеси, газовой смеси, выбрасывает. Дымовые газы у нас окрашиваются в плотный едкий дым, ничего хорошего, особенно соседи нам по этому поводу не скажут. То есть мы, регулируя температуры, делаем котел менее эффективным. Так вот, когда на улице 0, минус 5, минус 10, фактически, что контроллер, что регулятор тяги, он постоянно делает нашу топливную смесь менее эффективной. Душит, он фактически убирает один компонент, тем самым выбрасываем, мы выбрасываем газ на улицу. Да, мы снизили температуру теплоносителя. Мы получили комфортную температуру, но мы выбросили топливо. Оно не может по щучьему велению взять и остановиться. Именно переход в газовое состояние. Поэтому, я уверен, и цифры это иногда подсказывают, доказывают, что в межсезонье выгоднее расходовать даже электричество. Простейший пример. Ну, 120 квадратных метров дома. В среднем в межсезонье считается, что нужно потратить треть от этой мощности, которая нужна номинально для этой площади. Ну, допустим, 12 киловатт у нас номинал. Допустим, это сниповское помещение. Треть это у нас 4 киловатта. 4 киловатта в Новосибирске это порядка 15-16 рублей. Где-то так. пусть 15 рублей. Теперь считаем уголь. Чтобы получить 4 киловатта тепловой энергии в час, который нам надо, мы должны сжечь 1 килограмм хорошего угля. 1 килограмм. Либо где-то 1,3-1,5 килограмма дров. Дров, уголь. Зная примерно цены в Красноярске, уголь стоит у нас 4 рубля за КГ. То есть, у нас уголь был 4 рубля, дрова будут на рублей 6. Значит, получается 4, вроде бы, 4 рубля за килограмм у нас получается для нормального отопления. Но мы же помним, что у нас вентилятор с контроллером или регулятор тяги делает процесс вообще неэффективным. Поэтому, чтобы получить 4 киловатта, мы же их частично глушим, глушим и глушим, и вот эти 4 рубля мы смело можем умножать на 2. может быть даже еще больше. Потому что у нас большая часть в межсезонье просто улетает. Просто реально улетает. И получается, что 8 рублей мы потратим в час опять-таки. Так вот, у нас тут 15, а здесь 8. Теперь мы еще вспоминаем, что уголь имеет зольность. В лучшем случае эта зольность может быть градусов процентов 10. Но это красноярские хорошие угли. В том же Новосибирске в том же Кемерово могут быть уже угли каменные. И зольность будет, ну пусть даже 15%. Не будем там совсем страшные цифры говорить. То есть мы 8 рублей должны еще, ну так скажем, на 15% увеличить. Поэтому около 10 рублей это не считая лопаты, которую мы точим, это не считая того, что нам нужно потратить какое-то время, может быть даже бензин, чтобы шлак вывести. И получается, что в межсезонье нам в общем-то надо достаточно мало каких-то подвигов, чтобы сидеть на электричестве. 15 рублей и 10. Получается 5 рублей разница. Это в час. Умножим на 24 часа, мы получаем 100, ну пусть 25, так, чтобы не совсем не высчитывать. 125 рублей мы переплачиваем в сутки за дом в 120 квадрат. Я думаю, что это не так много, чтобы быть свободным, чтобы не носить грязь, чтобы не выносить опять-таки еще большую грязь в виде золы. И даже люди, работающие с автоматическим котлом, где все более эффективно работает на колоснике, ну в смысле на маленькой горелке, они давно уже пришли к тому, что проще до минус 10 вообще не пользоваться твердым топливом. А электрический котел, чтобы нам вот эти 125 рублей превратить еще в меньшую разницу, лучше взять не как это принято, дешевенький, простенький, без всякой автоматики, а взять наоборот дорогой, хороший котел, который может работать с двухтарифным счетчиком, в котором можно настраивать хронотермостат, когда мы есть теплее, когда нас нет холоднее, и в общем-то до 50% можно еще сократить вот эту разницу. Но для этого нужны капиталовложения, для этого нужно просто взять и поверить в то, что мы топим улицу зря. Надо топить свой дом. Друзья, вот такие у нас получились мысли относительно мифов, особенностей котлов. Если у вас есть вопросы, если вы с чем-то не согласны, обязательно напишите нам в комментариях, мы обязательно посоветуемся с компанией зота, доведем до них эту информацию и я думаю получим обратную связь. Ну а на нашем канале скоро будут еще интересные ролики, в которых мы обсуждаем продукцию компании зота, так что если кто-то не подписался, обязательно подпишитесь, ну и заходите к нам в гости в социальные сети, будем ждать вас, до новых встреч, счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok